Во Франции планируют повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Об этом объявила премьер-министр страны Элизабет Борн. По её словам, это позволит сохранить пенсионную систему Франции в условиях, когда число пенсионеров постоянно увеличивается. Реформа рассчитана на 8 лет, то есть каждый год пенсионный возраст будет повышаться на 3 месяца и достигнет 64 лет к 2030 году. При этом с 2027 года полную пенсию смогут получать только те, кто отработал 43 года. Остальные могут рассчитывать на стопроцентные выплаты, выйдя на пенсию в 67 лет. Выходить на пенсию раньше 64 лет смогут пожарные и полицейские. А также те, кто работает с раннего возраста и уже выработал необходимый стаж. Кроме того, власти хотят уже в этом году проиндексировать пенсии примерно 2 миллионов человек. Ежемесячные выплаты повысят до 1200 евро. Это 85% размера минимальной зарплаты. «Наш проект будет финансировать только пенсионную систему. Ещё раз повторюсь, каждый цент, каждый взнос пойдёт на финансирование пенсионной системы и больше никуда. Кроме того, мы не будем повышать налоги и требовать увеличения минимальной зарплаты, поскольку стремимся достичь полной занятости». Провести пенсионную реформу – давнее обещание Эммануэля Макрона. В первый президентский срок он не смог его выполнить из-за пандемии. Теперь необходимо, чтобы за проект проголосовал парламент, в котором у Макрона нет большинства. Против реформы уже пообещали выступить представители ультралевой и ультраправой партий. Однако правительство может принять закон и без голосования. Между тем профсоюзы высказались против пенсионной реформы и уже планируют организовать протесты и забастовки. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.